Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске поговорим про приграничные проблемы, про самые гуманные в мире суды, ну серьезно гуманные, пусть и избирательно, заплатил гуляй свободно, про массовую молитву будет очередная замечательная инициатива в рамках или нет продвижения духовно-нравственной концепции, ну а обо всем более подробно, не переключайте. После прошедших трагических событий на каргыско-таджикской границе сделаны четкие выводы, заявил Садыр Джапаров, поздравляя пограничников с профессиональным праздником. Принимаются все меры, направленные на повышение надежности охраны национальных рубежей, защиту мирной жизни жителей приграничья и, в первую очередь, восстановление традиционных, добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами и народами. Важно вернуть атмосферу взаимного доверия, которая веками создавалась нашими предками, и не допускать впредь повторения подобных инцидентов. Сейчас Джапаров находится в Баткенской области, ознакомился сегодня с ходом строительства автодороги Минбулак-Чурго-Аксай. Это объездной маршрут вокруг территории Таджикистана до села Аксай Баткенской области. Протяженность 48 километров. Начата работа на седьмом километре дороги и подготовлена проектно-сметная документация на участок, пролегающий по высокогорному перевалу. Говорится на сайте президента. Сроки не называются. Тем временем гражданские активисты сообщили, в чем сейчас нуждаются жители пострадавших приграничных сел. Это мыло, мыломойка, туалеты. Многие туалеты пострадали. И сейчас даже мы не знаем, куда они ходят. К примеру, не только туалетов. К примеру, в Ордобозе этот лагерь же был из 18 семей. Две палатки большие были. Нуждаются в продуктовой помощи в виде мяса и в одежде. Ну, к примеру, скажем, чтобы поехать в райцентр, у них нету даже приличной одежды, чтобы уехать. Они нам эту проблему уговорили. А еще хотят спокойной, мирной жизни. По словам активистов, 30% жителей сел у границ с Таджикистаном, где были конфликты, хотят переехать. Говорили о том, что лучше бы им дали, не строили дома, а лучше бы им дали деньги, чтобы они могли купить дома в другом участке, в другом регионе. Есть, ну, к примеру, есть одна женщина, с нами разговаривала одна женщина, у которой ребенок в ОВЗ, они ходят, и ей сложно при срочной ситуации выезжать, потому что дома нету мужчины, нету техники, и она ребенка переносит на своих плечах. И она говорит, лучше мне переехать в безопасное место, территорию, чтобы там купить дом. Но, к сожалению, открыто об этом жители говорят, боятся, потому что боятся потерять помощь. Они говорят, если сейчас мы откажемся от получения от предложенных 123 квадратных метров домов, то, возможно, нам дальше они могут и не построить. А те дома, которые строятся пострадавшему, у которого сгорели дома, для них дома будут финского плана, легкой конструкции, из материала сип-панель. Мы сейчас в июне, когда будем делать повторный мониторинг, хотим провести независимую экспертизу качества этих домов, насколько эти дома отвечают вопросу безопасности и насколько они пригодны для жилья в условиях Баткена. Потому что, как мы знаем, Баткен – ветреный регион, особенно в Кулунду, в село Максат ветры не прекращаются. Временами происходит сельевое наводнение, и при таких условиях, насколько фундамент размером 25 см выдержит. Те, которые потеряли имущество и по отношению к которым были совершены мародерства, это около 200 семей, они пребывают в стрессовом состоянии, потому что им до сих пор власти не сказали, как будут восстанавливаться их имущества. Неправительственные организации не были вовлечены в оценку ущерба, как домовладения, так и мародерства. И поэтому сейчас нам не удалось получить эту информацию, относительно того, какими методами и способами проводится оценка потерянного имущества, и как оно будет восполняться, то есть компенсироваться. Порядок проведения оценки ущерба, он должен был быть разработан комиссией при правительстве по восстановлению Баткена, но, к сожалению, мы этого порядка пока не видим. То есть мы задаемся вопросом, как идут процессы восстановления без планов, без программ развития, и как идут процессы восстановления, когда нету налаженной системы реагирования и оказания помощи. Военные Даджикистана не пускают жителей Чоналайского района на пастбище, стреляют по домам скоту. Вчера такое заявление в парламенте сделал депутат Акулу Бердиев. Погранслужба нашей республики опровергла его слова. Заявилось, что обстановка на границе стабильная. Напоминаем, что 18 мая 2021 года в местности Унджубулах Чоналайского района Ожской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской республики по Ожскому направлению с пограничными представителями Таджикистана по Ляхшскому направлению. По итогам встречи достигнута договоренность о том, что стороны по согласованию пропускают граждан Кыргызстана на пастбище через неописанный участок госграницы. Сегодня, после проведенных переговоров с таджикскими пограничниками, граждане Кыргызстана, которые хотели пройти на пастбище через неописанный участок госграницы, были пропущены. Министерство иностранных дел Кыргызской республики определило пять пунктов пропуска, откуда могут выехать граждане Таджикистана, находящиеся на территории нашей страны. Это Кулунду, Кайрагач, Казулбель, Бордобо, Карамык. Напомню, Кыргызская-Таджикская граница закрыта для перемещения на неопределенный срок для всех, кроме дипломатов и официальных лиц. Ранее в аэропорту Манас развернули самолет с гражданами Таджикистана, прибывшими из Душанбе. В самом международном аэропорту в Душанбе прошел стихийный митинг. Тех, кто купил билеты, но не может улететь в Россию через Бишкек, пишет радио ОЗОДИ. А издание Тазабек сообщает, что авиакомпаниям и турагентам Кыргызстана запретили продавать авиабилеты гражданам Таджикистана до особых указаний. И, как обычно, страдают обычные люди. В соцсетях распространяется такая аудиозапись, предположительно, таджикских фермеров. ГКНБ ответила на расследование Алито Ктакунова о том, что компания «Томас Ико» с АЗС в селе Арка принадлежит Камчебеку Ташиеву. Фейк – это зло, это ложь! Ну, вот так и ответили, да. Добавили еще, что компания «Томас Ико» принадлежала Ташиеву только до 2016 года. Ну и, разумеется, это просто совпадение, что сын Ташиева, который шел на выборы в Горкинеш-Джиалабадо от партии Атаджурд Кыргызстан, в качестве места работы указал заместитель директора компании по продаже моторных масел «Томас Ико». Теперь официально. А то вчера никак не могли разобраться, то задержали, то не задержали Тимура Файзиева. Даже звонили в ГКНБ, а ГКНБ говорила, что это не мы этим занимаемся, этим заниматься военная прокуратура. А военная прокуратура после 6 часов вечера не брала трубку. Ну, вот сегодня вышло официально. Бывший генеральный директор строительной компании «Элитхаус» Тимур Файзиев объявлен в розыск. Вчера Первомайский суд заочно отправил его под стражу в СИЗО-1. Ну да, вот человека нет, а ему заочно вынесли приговор. Ну, вообще не впервые в нашей стране. Обвиняют его в коррупции, соучастии коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. «Элитхаус» выпустила свое заявление. Тимур Файзиев сложил полномочия генерального директора «Элитхаус» еще в августе 2020 года, и компания не может комментировать выдвинутые в отношении него обвинения по подозрению в соучастии в коррупции. Компания работает в штатном режиме, строительные работы ведутся согласно графику. Все обязательства перед дольщиками и партнерами компании будут выполнены в срок. Днем ранее был задержан бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов. Его подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, за время пребывания на посту мэра он сколотил 50 миллионов долларов. Азиз Суракматов, будучи мэром, создавал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных стройкомпаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов. В целях незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков, обладая властными полномочиями, оказывал давление на ответственных работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов с целью получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями стройкомпаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов. Прокомментировал задержание Суракматова и Балбак Тулабаев, успевший чуть-чуть поисполнять обязанности мэра столицы. «Мне очень тяжело. Мы вместе работали. Сделали много хорошего для города. Я верю в объективное расследование со стороны органов безопасности и справедливый суд. Хочу верить. Все мы одинаковы перед законом. И если у нас есть вина, то мы понесем наказание. Пять пальцев не равны. Есть люди, которые ждут, когда и меня посадят. Их можно понять, но я всегда старался работать честно и чисто». Первомайский районный суд принял решение. Азиза Суракматова на два месяца водворили в СИЗО ГКНБ до 28 июля. После либо продлят меру пресечения, либо выпустят. Ну там сделка со следствием, выплата ущерба, крошка от пирога, возможно, все как обычно. Ну посмотрим, вдруг я ошибаюсь. А вообще, вообще такая мысль пришла. Что борьба с коррупцией это, конечно, хорошо, просто замечательно. Нет коррумпированным чиновникам и все дела. Но из-за вот этой практики, так называемой сделки со следствием, когда заплатил ущерб и гуляя спокойно, некоторые сомнения у меня в первопричинах заявленной борьбы с коррупцией. Нет, ну в самом деле, в чем прикол? Чуток обезжирить и дать возможность дальше заниматься этим же. Надежда на то, что не будет так дальше. Больше. Или наоборот, что поделится и в следующий раз. А еще, эдак, любого бизнесмена, даже не завязанного в коррупционных схемах, могут же попросить. И как отказать, когда либо небо в клеточку, либо похудевшие карманы. Нет, ну будем посмотреть, конечно, вдруг и впрямь будет построено идеальное общество без грамма коррупции. В нашем деле главный этот самый реализм. И еще про суды. И про мэрию, и про коррупцию. 31 марта военная прокуратура сообщила о задержании начальника районного отделения управления ГКНБ по Бишкеку и бывшего вице-мэра столицы Азиза Аламкулова. Обвиняли их в давлении на сотрудников мэрии и Бишкек глав архитектуры, чтобы те незаконно оформляли земельные участки на аффилированных лиц. Водворили в СИЗО-1 до 31 мая. Сам Аламкулов вину признал, что вот, да, злоупотреблял, давил и вот это вот все. А сегодня Первомайский районный суд вынес приговор. Очень, очень строгий приговор. К штрафу приговорил 260 тысяч сомов. И все. Перевыборы депутатов Горки-Неши, Бишкека, Аша и Токмака назначены на 11 июля. Партии могут подавать документы уже сегодня. Партиям, из-за которых, собственно, и были отменены итоги прошлых выборов, участвовать не запрещено. Но в ЦИКе советуют партиям обратить внимание на тех, кого они выдвигают. Тем, кто был уличен в нарушениях, в регистрации могут отказать. А до выборов ожидается мощная движуха на Иссыкуле. Успейте занять пляжные зонтики. 21-25 июня на Иссыкуле пройдет форум за спасение человечества. В программе массовая молитва за гармонию в мире. Нет спонсор этого сейшена, не Арстаналая, как можно было бы предположить. Организаторы называют финансовым вдохновителем Оскара Солымбекова. И говорят, что все согласовано с властями. И даже помимо 20 организаций, в числе которых Кыркчаро, ожидается участие самого Садыра Джапарова. Уверяют, что он поддержал эту идею. Когда официально Садыр Джапаров избрался президентом, в первый же день издал указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. В развитии общества духовно-нравственное должно превалировать над материальным, а общественные и государственные интересы над индивидуальными. Этим указ и является значимым. И специально для требований этого указа была разработана специальная концепция, сейчас на стадии общественного обсуждения. И этот документ является очень хорошим идеологическим документом. В администрации Садыра Джапарова пока не подтверждают его возможное участие в этом форуме массовые молитвы, заявленные организаторами. Но вот этот Кадыр Кошиналиев был участником Конституционного совещания и одним из авторов идеи Крултаи. Касаясь самого указа и самой концепции, я уже вот говорила о том, чем чревато вот это превалирование общественных и государственных интересов над индивидуальными. Это когда не нам хорошо, когда каждому хорошо, а каждому должно быть хорошо, когда государству и тем, кто продвигает, представляет государственные интересы, хорошо. Это когда духовно-нравственные трактуются в угоду не то, что большинства, а все тем же государственным интересам, когда единым строем и не сметь смотреть в другую сторону. Неужели к этому все и идет? Хотите ужасающий пример такого превалирования духовно-нравственного? В Великобритании и Австралии с 40-х годов и вплоть до 70-х была такая практика, как принудительное усыновление. У матерей-одиночек, у тех, кто родил не в браке, забирали детей и отдавали женатым и бездетным парам. Тысячи детей, тысячи безутешных матерей. А все почему? А все потому, что интересы большинства превалировали над интересами этих несчастных матерей и их детей. И духовно-нравственное в обществе. Стыд, позор рожать вне брака. Стыд, позор быть матерью-одиночкой. Я не говорю о том, что у нас такое может быть. Это как пример. Вывернуть духовно-нравственное в паре с общественными интересами можно как угодно. Ведь главное, чтобы большинству было хорошо. Да? И позитив. Не пугаемся, настоящий позитив. В ущелье Чонкурчак прошел плогинг. Не блогинг, а плогинг через П. Это забег со сбором мусора. Ну вот одни же бывают приезжают и мусорят. А другие, те, что плогеры приезжают и собирают мусор. Показывают на своем примере, что убрать мусор не так уж и сложно. А жить и отдыхать, не загрязняя природу, намного-намного приятнее. Плогинг – это сбор мусора на ходу, во время прогулки или забега. В урочище Чонкурчак плогинг проводится уже в третий раз. Перед стартом – короткий завтрак и инструктаж. Наша работа сейчас будет заключаться так. Вы распределились, как вы ехали в автобусы. Будут розовыми мешки и перчатки. Старайтесь не травмировать себе руки. Участникам раздали перчатки и мешки для сбора мусора. Разделили на команды и объяснили правила. В акции приняли участие около 50 человек. Участникам предстояло преодолеть 17 километров вдоль трассы. Пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки. Этот мусор оставили отдыхающие. Цель подобных акций – приучить туристов перечь чистоту. Меня зовут Медербек Казайзерек. Я участвую в плогинге, который устраивает СКЗ, студенты за зеленую экономику, и Кайф – Central Asia Youth for Water. Нам выдали, с утра мы собрались в Супаре, в Чумкурчаке, и нам выдали мешки, получается, перчатки. И вот вдоль трассы Чумкурчак, Супара, до Татыра мы собираем мусор 12 километров. Получается, плогинг – это мой первый плогинг. Первый раз участвую в таком деятельности, а так в субботниках участвую. Но именно плогинг, когда ты движешься и, получается, какую-то физическую активность тоже делаешь, делаешь и в то же время собираешь мусор, получается, двойное, как бы, полезное для здоровья и для окружающей среды. Какой мусор собрали? Получается, у меня в основном сейчас окурки. Очень много окурок вдоль дороги. Водители, наверное, просто курят и выбрасывают. Также необычный вот этот, не знаю, откуда взялось, шланг для воды. А так вот пластик, пластиковые бутылочки везде. Организаторы акции – центры отдыха, расположенные в урочище Чумкурчак. Они обеспечили участников плогинга всем необходимым. Добрый день всем. Рад тому, что мы проводим очередной наш плогинг по уборке территорий, либо дороги, прилегающие непосредственно к самым красивейшим местам нашего района, где мы проживаем и где работаем. Это долина Чумкурчака. Уборка территории происходит ежегодно, по нескольку раз. То есть отдыхающие оставляют за собой мусор, который приходится периодично собирать. То есть собирается активная часть города и для молодежи, которая производит уборку территории, прилегающей к дороге. На сегодняшний момент дорога пока еще чистая, но все-таки ее нужно убирать. Надеемся, что те, кто убирают дорогу, получают от этого тоже удовольствие, потому что все-таки природа, свежий воздух, хорошая погода. Буду рад видеть всех в горах, приезжать и открыть. 17 километров пути позади. Финиш. Результат акции – десятки мешков с мусором, новые друзья и хорошее настроение. И самое приятное – награждение победителей призами от организаторов акции. Вот так вот и здоровый образ жизни, и здоровое, вообще, непотребительское отношение к природе – хороший пример. Таким вот получился этот выпуск, и вы также можете посмотреть выпуск на каргызском языке с Айнурой Исмаиловой. Всем добра, пока!